друзья снова всем привет как вы знаете из предыдущего ролика у нас сейчас запускается новый грандиозный проект это создание автодома дом на колесах на шасси мы сейчас плотную занимаемся подготовкой к реализации этого проекта вот сейчас вы видите на своих экранах приблизительный пока что приблизительные чертеж дома дом у нас будет двухэтажный это план первого этажа с расстановкой с мебелью вот у нас план второго этажа он у нас будет по высоте общая высота будет 3 метра 90 сантиметров второй этаж будет спальная зона и вот буквально сегодня мы получили от нашего поставщика шасси чертеж с точными размерами как будет располагаться перемычки как будут располагаться сами шасси колеса какого размера будет платформа какая высота вот и имея на сегодняшний день уже все чертежи мы начинаем составлять полный проект проект у нас делает специализированная организация которая которым заплатили деньги она нам будет полностью проектировать дом для того чтобы он был максимально компактно максимально компактный расположена вся эргономика была правильная буквально в конце недели либо понедельник то есть три-четыре дня мы получаем шасси к этому времени мы уже хотим закупиться полностью всеми материалами то есть это будет фанера это будет влагостойка это будет сухой лес это будет кровельные материалы пара и гидроизоляция утеплитель так далее то есть мы сейчас занимаемся подготовка и буквально с понедельника мы приступим к реализации нашего проекта и что мне хотелось бы рассказать вам в первую очередь для чего я его делаю в предыдущем ролике я к сожалению пусть этот момент и не рассказал этот автодом будет как наша очередная бизнес-идея что мы будем с ним делать после того как мы его построим завершим строительство мы его будем сдавать в аренду а конкретнее по завершению строительства мы изучим потребительский спрос на эти дома и вот на один наш подписчиков который собственно посоветовал нам эту идею с которым я сейчас веду переговоры по созданию второго и последующих наших будущих автодомов наших совместных проектов он нам посоветовал построить такой дом издавать его в аренду и человек утверждает что на них сейчас очень большой спрос стоимость аренды суточная такого автономного жилья обойдется от 5000 рублей в зависимости от уровня комфортабельности от оснащенности и от качества от класса материалов от класса кровати унитаза в общем по большей части от комфорта то есть то насколько он будет комфортно можно сделать дом люкс можно сделать дом эконом маленького размера и дом стандарт вот сейчас пока что мы остановились на доме стандарт мы делаем что-то среднее не совсем люксовой но и не совсем самая бюджетная маленькая мы будем выявлять спрос на то насколько востребовано данное предложение направленность этого предложения ориентирована на гостиничный бизнес но только у нас будет эта маленькая гостиница мини она будет у нас мобильная то есть мы сможем эксплуатировать ее сдавать в аренду круглый год так как вы знаете у нас здесь черноморское побережье нашим краснодарском крае пять месяцев там начиная с 1 мая с майских праздников можно сдавать его в аренду на территории черноморского побережья а в зимний период как вы знаете у нас есть и красная поляна у нас в адыгее есть плата лаганаки ну в конце концов карачаро-черкесии есть дамбай и этот домик он будет утеплен его можно будет использовать сдавать в аренду и в эти регионы то есть по факту домик будет закружен в круглый год и вот мы собственно хотим цель нашего проекта цель нашей бизнес идеи выявить потребность в данных в данных услугах то есть насколько востребованы эти домики для сдачи в аренду мы посчитаем сколько будет обходиться себестоимость обслуживания то есть замена там аккумуляторов замена воды замена постельного белья так далее то есть это будет проект мини гостиница как вы знаете у меня основной бизнес это производство мебели корпусное оснащение комплексное оснащение гостиниц и вот у меня вообще в планах было построить свою собственную но по деньгам это достаточно много поэтому я начинаю пока скажем так провожу генеральную репетицию делаем создаем маленький домик для отдыха друзья давайте теперь поговорим по поводу краудфайдинга ну давайте я буду рассказывать поговорить по-русски что такое краудфайдинг это привлечение сторонних инвестиций для реализации какого-то бизнес-проекта через интернет то есть что я предлагал да кстати мы провели уже запустили голосование вы можете найти на нашем канале во вкладке сообщества принять участие в этом голосовании уже проголосовало по моему около полутысячи человек и судя по тем цифрам которые в данный момент мы видим 25 процентов около 25 процентов людей то есть если из общего числа 500 человек это где-то уже 125 человек готовы принять участие в этом совместном проекте вместе со мной и готовы вложить там от 100 от 500 от 1000 рублей для чего я запускаю этот проект ну во первых это максимальное взаимодействие с вами то есть нашей аудитории с аудитории нашего канала чтобы вам было более интереснее наблюдать за воплощением в жизнь то или иной бизнес идеи но в данный момент у нас речь идет о производстве автодома то есть мне хотелось бы с вами что-то сделать и на чем-то вместе с вами заработать то есть мы попробуем собрать определенную денежную сумму на эту сумму я буду полностью еженедельно производить отчеты сколько денег поступило на тот или иной ресурс сколько денег потрачено все чеки весь полный отчет будет на нашем канале в проекте tiny house что мы из этого извлекем мы создадим домик который мы как я уже ранее говорил мы его разукрасим и есть идея даже вплоть до того что написать все имена участников этого проекта для того чтобы этот домик колесил по территории там южного федерального округа и может быть даже кто-то один из вас когда-то его встретит увидит а возможно даже заселиться и поживет ну так вот создав этот проект мы попробуем излечь прибыль попробуем вместе с вами заработать денег согласитесь что тысяча две ну даже пять тысяч рублей это не такие большие деньги для того чтобы попытаться в качестве интереса в качестве контента в конце концов для нашего канала чтобы вам было пересмотреть попробовать создать этот дом и попробовать на нем заработать вот это была основная моя бизнес-идея да очень много проголосовало что нет мне опять даже это неинтересно я не буду но я так понимаю что все-таки основная причина отказа была в том что там было много импортных слов это crown fighting tiny house то есть чтобы понятно было всем что мы создаем автодом привлекаем инвестиции со всего канала естественно последние деньги вкладывать в этот проект не надо никаких гарантий ничего никому естественно не обещаю но никаких пирамид и здесь тоже не создаю то есть исключительно на энтузиазме кому сколько не жалко скидываемся на наш проект и будем создавать дом но я хочу сказать одну вещь этот проект по взаимодействию с вами со всей аудитории нашего канала я запущу не раньше того дня когда будет создан наш первый автодом то есть когда его полностью построю создам и проведем обзор сколько он нам вышел сколько сил денег потрачено на это полную смету я вам все это покажу расскажу и вот только в этот момент когда уже буду оперировать точными цифрами только в этот момент мы запустим этот проект ну как раз пройдет уже достаточно времени около месяца и мы поймем сколько из вас уважаемые зрители нашего канала готовы принять участие в этом интересном проекте друзья мне хотелось бы сказать пару слов буквально о нашем предпоследнем голосовании то есть какую следующую бизнес-иде мы должны были воплощать в жизнь мы провели опрос и победила бизнес-идея так называемая сыроварня мы должны ее были строить уже готово по сути было помещение то есть по факту можно было запускаться но и возник один маленький нюанс когда победил это бизнес-идея мы определились тем кто будет ей заниматься вопрос возник в электричестве для того чтобы делать сыр нужно было максимально пиковая мощность только на одну сыроварню до 27 киловатт да там были какие-то возможные варианты производить сыр на который не требовалось больших затрат больших затрат электроэнергии но я так понимаю если уже заниматься каким-то проектом заниматься производством сыра то смысл какой-то делать а какой-то не делать естественно нужно было уже проектировать всю бизнес-идею под весь ассортимент поэтому пока наша бизнес-идея которая победила в нашем голосовании она у нас падает в долгий так сказать ящик но может быть не совсем долгий сейчас мы займемся строительством автодома и как только я получу тех условия на подключение сюда 50 киловатт я думаю мы вернемся к это бизнес-иде еще обязательно воплотим ее в жизнь нашу сыроварню друзья уже как я говорил ранее высота нашего тайне хаоса будет 3,9 метра и к сожалению вот на территории нашего склада построить нам его не получится не в основном здании не в этом а где мы сейчас будем строить я вам покажу друзья вот здесь у нас достаточно большая бетонная площадка размеры 11 на 15 метров здесь нам достаточно места для того чтобы соорудить наш тени хаос тайне хаос поставить шасси разложить доски собственно здесь мы будем производить все работы ну если у вас есть какие-то бизнес-иде которые вы хотели бы воплотить жизнь но не знаете за какие деньги это сделать переходите по ссылке в описании и оформлять кредитную карту от альфа-банк 100 дней без процентов друзья ну и на этом сегодня все большое спасибо всем тем кто проявляет интерес нашему каналу всем тем кто по регулярность может нашим смотрит наши ролики те кто ставит палец вверх делится нашим видео со всеми друзьями большое всем спасибо всем здоровья всем добра и пока